Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. Как только что-то в игре появляется, сразу публикую видео. Хотите не пропускать обзоры на всё, что в игре происходит, подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик, выбирая все уведомления с канала. Ну а в этом видео мы покрутим с вами рулеточку на кори. Тайп кори я не считаю прям самой годной ПТХой на восьмом уровне и, честно говоря, машина получилась не очень качественной. Да, в ней есть определенные плюсы, но я, честно говоря, не посчитал данную ПТХу, хотя являюсь ПТ-водом за ту, ради которой необходимо прям где-то сильно упарываться или сильно за ней гоняться. Если где-то когда-нибудь выпадет из какого-нибудь контейнера, окей, хорошо, но прям ставить её за цель для получения у меня лично желания абсолютно никакого нет. Не устраивает она меня как ПТшка. В отношении шансов выпадения данной машины 0,008, а в восемь тысячных я правильно всё понимаю? Короче говоря, шансы маловаты. Ну и, понятное дело, на втором месте по уровню выпадения, начиная с конца, имеет шанс выпадения камуфляжа, который действительно красивый. Тут вопросов никаких нет, хотя у меня был ряд вопросов. Нахерна здесь вот эти вот зубы. Убрали бы их, да и слава богу, было бы немножко поинтересней. А так в целом смотрится довольно неплохо. Короче говоря, полная стоимость рулетки вас ужаснёт, потому что 25 прокрутов обойдётся в 24 тысячи, а по поводу шансов выпадения я говорил к тому, что, скорее всего, главная награда и легендарный внешний вид на кори вы заберёте на последних двух прокрутах. Но это самая высокая доля вероятности. Соответственно, мы считаем по 23 прокрут включительно, и здесь, ребят, получается 20 285. И 20 285 золотых, вот это вот всё вместе с кори, за исключением двух каких-то наград, которые вам не выпадут, не стоит однозначно. Короче говоря, ценник на рулетку крайне завышенный. Type 5 кори крайне условно хорошая ПТшка. Пишите своё мнение в комментариях, если машиной обладаете. Ну а я буду крутить данную рулетку у себя на основном аккаунте, потому что кори у меня нет. И если выпадет, то, слава богу, я, честно говоря, буду рад, если заберу по какой-то адекватной цене. До конца крутить, понятное дело, не собираюсь. Это бред бредовый. Не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Ну и, соответственно, прокручу буквально там тройку-другую раз, для того, чтобы посмотреть, что бы выпадает. 100 тысяч серебром за 50 голды. Честно говоря, не покупал бы. Лучше сыграю один какой-то или максимум два победных боя на хорошей восьмёрке. И получу те же самые деньги серебром. Того 200 тысяч забираю за... Сколько там получается? 125 золотых. Ну, блин, дороговато. Дороговато, откровенно говоря. Ну, слава богу, что хотя бы на нижних прокрутах выпадает вся эта шелуха. Ну и, как вы видите, выпадение этой шелухи в очередной раз говорит о том, что чем дальше в лес, тем жирнее будут партизаны. Соответственно, чем дальше будем уходить в рулетку, тем жирнее будут выпадать награды. Ну, контейнер в песочницу, от которого уже прям подташнивает самые ненавистные мною контейнеры. Ну, в принципе, ничего удивительного. Забрали, да и забрали, едем дальше. 150 золотых монет. Дай мне хотя бы контейнер с камуфляжом на ПТ-ху, я не знаю. Уже хоть что-нибудь нормальное, да, и 5500 свободки. Ну, в преддверии выхода новой веточки французской, в целом, придутся ко двору, хотя, опять-таки, за золото явно не покупал бы. Иксы, которые мне тоже, в принципе, не сильно интересны. Хотя, не знаю, может, если для тех, кто прокачивает какую-то веточку, это и в тему. Но, все равно, икс 5, по-моему, не стоит такого количества золота. В очередной раз забираю 100 тысяч серебром. 475 голды. Ну, блин, хорошо. Хоть что-то. Великолепно. Охотник, на кого это у нас? На объекта 268-го. Ну, тут рад. Тут рад, потому что на 268-го, почему бы и нет, у меня легендарного внешнего вида не было. Окей, хорошо, но сколько я на это потратил? Я на это потратил... А, ну, слава богу, меньше, нежели стоимость легендарного внешнего вида. Тогда можно двигаться дальше. Но, давай, после этого прокрута, сейчас посмотрим, какие шансы выпадения чего-то приятного. Контейнер! Контейнер в песочницу! Опять ничего не приносит. Какая досада. Ладно, бог с ним. Итак, шансы выпадения. Вау, поднялись. Теперь составляют 0,02. 0,02 на камуфляж 0,18. Самые жирные шансы на ПТ-САУ-значки. Хотя они до сих пор у меня не выпадали. Удивительно, почему в рулетке они выпадают на первых прокрутах, пропагандируя данное игровое событие. Контейнер в песочницу. Опять-таки есть еще один. И свободный опыт. Вот так, ребят, по шансам. Ну, давайте еще пару круточек сделаем. Ну, давай, удиви меня. Вообще ничего удивительного. Забираем значки. Капец, как дорого. 10 значков, 2 победы на ПТ-шке, начиная с 8-го левела. И за них ты платишь 750 золотом. Ребят, мне кажется, что калькулятор где-то поломался. Что-то мне подсказывает, что экономику как-то начали крутить в другую сторону. Не туда, куда надо. Ну, это иррационально абсолютно, мне кажется, покупать за золото такое количество значков. То же самое касается и контейнеров на эти значки, которые есть сейчас в магазине. Ну, бред-бредом. Серьезно, за 100 голды покупать себе контейнер, из которого выпадет значков, грубо говоря, там на 2-3 поражения. Ну, как бы такое себе. 5500 забираю. Ну, и теперь получается, что у нас здесь. Значки заберу. Заберу себе, скорее всего, этот, извиняюсь, аватар анимированный. Вот эти контейнеры, кстати, обратите внимание, нифига не выпадают. Нифига не выпадают. Хотя шанс 6%. Почему так? Не знаю. Наверное, потому что ваши шансы забрать тайп кори, не отдав полностью всю голду с своего аккаунта, приравниваются где-то к нулю. Иксы забрали. 1170. Ну, окей. Давайте чисто ради интереса. Хотя, нет, блин. Не пойду я дальше. Давайте еще раз посмотрим. Вот здесь у нас шанс 0.05. Фонарева. Не забираю танк однозначно. Ну, в нашем случае ПТшку. Камуфляж. Зачем он мне нужен, если у меня не будет ПТхи? Анимированный аватар с вероятностью 25%. Да, спасибо вам большое за 1175, да, если я не ошибаюсь, золото. Иксы. Такой же шанс выпадения. Туда же. ПТ-САУ-значки. Да, я их лучше заработаю в боях. Ну, и, соответственно, контейнер. Собери их все. 15%. 3 штучки. Да, я лучше за полторуху сразу их куплю и не буду рисковать. Короче говоря, ребят, на данном этапе я останавливаюсь. Не вижу никакого смысла дальше крутить данную рулетку. Тем более, ради вот этой конкретно ПТхи. По ценнику, даже если вдруг она мне выпадет на 23-м прокруте включительно, в 20300 голды. А на этого точно не стоит. Золотая цена этой машины, ну, пускай, тысяч 8 в голом состоянии. И то, потому что ПТшка новая. Но если говорить как о ПТхе, то, наверное, и 8 тысяч она не стоит. На данном этапе я прекращаю прокруты. Пишите свое мнение в комментариях. Крутите рулетки с умом. Не заигрывайтесь в адреналин. И помните, лучше зайти в магазин и купить себе танк, который вас интересует. Не рискуя. И вы точно знаете, что поставите его себе в ангар. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья, моя чистого сердца мира. И обязательно спокойствие. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok